Всем привет, Дима. У нас сегодня семейный пикник. Приехали на шашлыки. Дима, вечер. Сейчас будем дарить шашлыки. Картюли в ведре мяса. Тут много воды, я минералки добавляла. Дима, не скрипи, домашний кетчуп заливала, потому что мясо только сегодня мариновалось. Не накануне, а сегодня только. Здесь еще у нас купаты, еще одна пачка. Кетчуп. Лук маринованный. У меня контейнер вверх ногами. Лучок. Хлеб что-то и тут Ваня лепешки еще купил. Овощи, огурцы, помидоры. Я уже все сразу помыла, как обычно, чтобы здесь этим делом не отвлекаться. Так, сейчас я нанизываю мясо. Ваня там уже разводит костер. Что-то мы сегодня решили семейно сделать шашлычок. Так что сейчас нанизывать мясо. Ведро пустое. так казалось много, целое ведро. Одна решетка стейков получилась. И шампуры все десять с мясом больших и две или три маленьких. Ну все. Ваня говорит, что-то я думала больше будет. Ну это нормально. Ну хватит нам. Конечно же хватит еще останется. Купаты, что-то сказали купатов мало. Не знаю, может что заедут в магазин еще возьмут пачку. Вот. Так что Ваня поехала с Владом домой за колонкой. Дима, а я тут стояла у меня с Димой за костром собрать. Дима, тут зачем машешь? Не надо махать. Дима, не надо. Оно само будет гореть. Сейчас чуть-чуть прогорит, жар. И будем ложить мяско. Иди покатайся. Мы, коротко съездили, полили. А, понятно, она не крепляет, не держится. Мы съездили огород, полили. Сейчас так надо, что ли? Телефон че стоял? Березовок вообще. Съездили огород, полили. Вот, все вместе, всей семьей здесь немного полили. И приехали сюда. Сейчас сок убрать. Машля. Так, здесь у нас две сока, две бутылки. Две? Да. Зачем две? Ну ладно. Тут будем сок. Здесь три мандаринчика, четыре мандаринчика, два яблочика тоже я уже помыла. Что, кетчуп вкусный? Не очень? Вот надо было режика все-таки взять. Ну-ка, стаканчик мне тоже с соками вплесни. Вот. Может и папе, понимаешь, он заедет в магазинку, это нормально. Кетчуп. Да пусть этот будет. Ну, очень вкусный. Да у нас вон свежие помидоры, есть огурцы, лук маринованный. Можно и без кетчуп обойтись. Кетчуп вообще я могу. Ай, я не рассказываю, сейчас расскажу, где Василик кетчуп купил. Не рассказывай, мама, тихо. Мама, расскажи, что я обиду. Ну ладно, ничего такого, это наоборот прикольно. Стою, убираю мясо, прилавками там взвешивают, значит, а тут вот вижу, что по левую руку в магазин открытый Равис. Ну и там всякие приправы, специи стоят на прилавке. Я говорю Диме, ты, ну тут не стоит, даю ему карточку, Дима, не балуйся. Даю ему карточку, говорю, иди сходи купи кетчуп шашлычный ЕЖК. Ну вот, для шашлыка. Ты мне сказала просто купи ЕЖК, все, ты не говорила, не кетчуп. Ну я потом добавила шашлычный. Ладно, он ушел, приносит вот этот вот кетчуп. А я говорю, а че вон же кетчуп стоит? Че ты этот-то взял? Он говорит, я стою и думаю, а че за ежик? Я так смеялась, продавщица, которая мне мясо взвешивала, тоже смеется. Ежик. Молодец. Она говорит, ну, устами ребенка глаголит истина. Ничего такого. Вот Дима. Сок попил Дима. Что Дима? Сок попил газы. Он надо открывать, Дим. А че надо открывать? Посмотри, там костер горит еще. Так что вот так. Не горит, он уже давно не горит. Ну, она не говорит, он тлеет как-то. Он тлеет. Так что сейчас мы будем жарить мясо. Ну, уже сейчас. Завтра в ночь мне, поэтому сегодня мы решили. Ваня сегодня с работы. Я вот говорю Ване это. Я говорю, ну, вдруг я захочу песни попеть. Я вчера дома суток приехала, включила колонку, достала микрофон. Хотела попеть. Ну, конечно, неловко себя чувствуешь, потому что понимаешь, что вокруг везде соседи. Как-то неудобно вроде как песни горлопанить. А здесь в гараже че будем попеть-то? Все, уже будем сейчас положить мясо. Я вынесла сюда на стул. Буду уже раскладывать. Мясо покупали. Мариновала сама. Так, что я здесь добавляла? Это тоже неудобно подходить с артативом. Сейчас. Ну что, как я мясо свое мариновала сегодня? Без уксуса. Добавила соус жарим мясом. Потом соль. Приправа. Домашний кетчуп. Прям с банки столько много. Больше по банке было. Вот. Ну и все. Так вроде бы. Вчера мы огород поливали. Там кто-то где-то мясо жарил. мы прям слюненьками давились. Да, Димка? Ага. Димка тут пытается с воланчиком врать. Что жарко? Еще один. Еще один. Давай, давай. Так, ну все, у меня все вошло. Только остались у нас скупаты. Так, все, 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 все вошло. Вот как хорошо иметь большой мангал. Все сразу в партии заклали. И все. Так вот. Как мы жили с маленьким мангалом. Не говори, как мы жили с маленьким мангалом. Так что, одна сеточка помещала? Сесть. Два, два, три шампура, да? Либо шесть шампуриков, либо одна сеточка. И все. Не больше. Мы же это, покупали вот эти маленькие шампурики специально для маленького мангала. Мы прям вымеряли, что их туда войдет только шесть штук. Поэтому покупали так шесть шампуриков. О, красотинушка, красота. Время у нас уже в семь часа вечера. У нас такой сегодня поздний ужин. Ну что сделаешь? Ладно, сейчас пожарим. Потом чуть позже подключусь. Чуть позже увидимся. Замослена. Ссе. Замослена. Чуть позже. Замослена. Гостями. Б diferença. Портрину. Б атмосфер yn WCT. Э packλный минер. ЭUh invites. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну что, у нас шашлыки практически готовы. Начинаю накрывать на стол. С дома взяла помидорчики, свежие огурчики. Я их дома сразу помыла. Думаю, здесь сейчас просто, чтобы нарезать, не тратить время на мытье. Дети у меня голодные, хватают эти овощи. Хотя дома есть что покушать, но раз запланировался сегодня выход в гараже на шашлыки, то никто не хотел перебивать, как говорится, аппетит, есть домашнюю еду. Поэтому все ждали вечером, все ждали, пока папа придет с работы, и что мы все вместе поедем на шашлыки. Покупала один болгарский перец, хотела сначала его запечь на костре, потом подумала, ну и так у нас вроде бы и мяса немало, и плюс еще купаты, и до перца ход не дойдет. Поэтому я его нарезала в свежем виде, вот так все сложила, овощи все, помидорчики, огурчики, перчик, зеленый лук с грядки, овощи присыпала перчиком. Также взяла немножко фруктов, тут у меня штуки 4, наверное, мандарина, 2 яблока, тоже сразу почищу, сразу в тарелочку все сложу. Вот они у меня, мои голодные птенцы, не успеваю ничего накладывать, они все берут кушать, хотят голодные. Вот тут уже сейчас Ваня будет заносить мясо, уже мне говорит, ну что, наверное, сейчас буду заносить, освобождать нужно из центр стола, как говорится, чтобы составлять уже шашлык. А так у нас ничего сегодня такого нет, маринованный лук, знаете, все как обычно, все по стандарту, маринованный лук, свежие овощи, немного фруктов, ну и все. И я взяла хлеб, но Ваня купил где-то там по дороге лепешки, так что хлеб даже не доставала я, лепешки, но я лично ем шашлыки без хлеба, без лепешек, мне не надо ни хлеб, ни лепешки. Все, здесь уже сейчас освободили место, подоспел шашлычок, шашлычок, такой ароматный, такой вкусный и красивый. Я уже говорила, на чем я мариновала шашлык, сейчас нашла классный выход из положения, добавлять домашний кетчуп в мясо, за счет этого кетчуп все-таки со своей томатной, потому что со своей кислинкой и кислоту придает, и мягкость, нежность мясу. Здесь у нас уже жарятся купаты, сейчас дожарим их, ну и все, на этом будем кушать, всем нам приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, наелись, натанцевались, здесь уже пожарились наши купатики, в общем-то больше я уже не снимала, посидели за столом, пообщались, посмеялись, в общем-то просидели хорошо, провели вечер замечательно, дети такие счастливые, что вечер для них, вечер с ними, в общем-то все хорошо у нас прошло. На этом буду заканчивать сегодняшнее свое такое чисто домашнее видео, всем огромное спасибо за внимание, огромное спасибо за просмотр, всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok